Тут ничего лишнего нет. Точно так бегут дети, женщины, встречают, обнимают цветы. Полковник в отставке Дмитрий Суворов, вооружившись лупой, изучает знаменитую картину Валентина Волкова. «Минск. 3 июля 1944 года». Монументальное полотно из Национального музея Беларуси увековечило тот самый день, когда советские войска освободили столицу республики от фашистов. На этой картине среди сотен лиц жена Дмитрия Суворова и разглядела фигуру своего мужа. Вот он, мотоциклист впереди танковой колонны. Я знаю, это 3 июля произошло. Смотрю и говорю, так ведь это ты, наверное, тот. Потому что, ну кто еще, если ты один был мотоциклист, и ваша бригада зашла первая. Танковая бригада, где служил разведчиком Дмитрий Суворов, действительно первой вошла в город. Белорусские партизаны помогли найти самую слабо охраняемую дорогу. К полудню 3 июля Минск был освобожден. Молодой мотоциклист своими глазами видел, как жители приветствовали освободителей. Все как на картине. Художник точно передал не только настроение, но даже поворот его машины. И танки шли. И на каждом перекрестке люди встречали. И почти так же было. И в каждой деревне вот так встречали. Нас танкистов, у нас разведчиков вот так встречали. Всех обнимали. Все так и было. Народный художник Беларуси действительно был очевидцем тех событий. Валентин Волков жил в оккупированном Минске и после войны, получив заказ на картину, скорее всего, изобразил то, что видел своими глазами. Минчане узнают на полотне главную улицу города, полуразрушенный храм и даже своих родственников. Когда люди входят в этот зал, их как магнитом притягивает эта картина. Они оставили... У нас даже банкетка стоит перед ней. Все садятся и начинают ее рассматривать. Приверженец русской классической школы Волков писал все с натуры. Сохранилось 220 подготовительных работ и порядка 50 этюдов и рисунков. Чтобы изобразить танк, например, он ездил в воинскую часть. А к нему специально отпускали солдат, чтобы позировать. Так что, согласно исторической правде, полковник Дмитрий Суворов стал лишь прототипом героя полотна. А если бы ему выпала честь позировать живописцу, он бы исправил очень важную для него неточность. На картине солдат сидит на трофейном мотоцикле «Цундап», а сам Суворов ездил на Харлее. Вот тут видно, что... И совсем дуга, это совершенно другое, руль совершенно другой. Вот тут ящик у Харлея, железный вот на это слева, вот так. И руль не такое выше. Ну, это не Харлей. Тем не менее, эту картину сегодня вспоминают в Екатеринбурге все выходцы из Союзной Республики. Дмитрий Суворов вместе с другими участниками операции «Багратион» в Доме офицеров на почетном месте. 3 июля, День освобождения Минска, теперь стал национальным праздником – Днем независимости Белоруссии. Вероника Князева, Степан Фатхиев, Главные новости Екатеринбурга.